чудеса святаго николая чудотворца часть 2 спасение корабля некоторые благочестивые люди жившие в отдаленной стране при устье дона пожелали поклониться гробу святого николая и сию целью отправились на корабле в ликию но враг рода человеческого желая погубить их и вместе с тем отомстить великому святителю разрушившему любимое жилище его храм дианы принял на себя подобие женщины и неся в руках сосуд с маслом умолял отправлявшихся в путь взять с собой это масло и вылить его в лампаду угодника божия боголюбивые путешественники с удовольствием обещали исполнить желание неизвестной просительницы на второй день плавания внезапно поднялась жестокая буря и корабль бросаем был волнами из одной стороны в другую много дней мореплаватели уже думали возвратиться но вдруг увидели плавающего к ним на малой ладье святаго николая который сказал им бросьте в море сосуд с маслом он очарован дьяволом который приходил к вам под видом женщины воля святителя была исполнена едва демонский сосуд погрузился в шумящие волны как вдруг из глубины моря поднялся черный дым с огнем смурат наполнил воздух пучина разверзлась и извергла из себя кипящую и клокочущую воду в которой капли были как искры огненные мои плаватели были поражены ужасом но явившийся им дивный помощник ободрил их укротил бурю и корабль несомые благоприятным ветром беспрепятственно достиг аликийского берега прибыв в море путники чудесно избавленные от погибели которую готовил им дух злобы принесли благодарение богу и его святому угоднику чудесное возвращение ковра один ремесленник жившие в константинополе и питавшиеся трудами рук своих имел особенную любовь и благоговение к святому николаю и ежегодно праздновал день его памяти так достиг он глубокой старости и будучи уже не в силах работать впал нищету однажды незадолго до праздника этот убогий старец сказал жене своей вот жена приближается праздник возлюбленного заступника нашего святаго николая а нам нечем и отпраздновать всего великого дня жена отвечала ему нам недолго уже остается жить на свете детей у нас нет нам некому уберечь наследство так продадим последнее для угождения богу и великому чудотворцу вот у нас остался ковер погиб продай его и купи все нужное для завтрашнего праздника старик послушался жены взял ковер и пошел продавать на торговой площади недалеко от колонны великого константина попался ему навстречу сам святый николай в образе величественного старца и спросил его куда идешь любезный друг иду на торг продать ковер отвечал старый ремесленник а что ты хочешь взять за него прежде он стоил 8 золотых а теперь возьму что дадут святитель дал ему 6 крупных золотых монет и взяв ковер ушел бывшие на торгу люди окружили старика ремесленника и спрашивали его а что это ты разговариваешь сам с собою не видится ли тебе что-нибудь вопрос этот они сделали потому что во весь предшествовавший разговор они видели и слышали одного только его они видали святителя и не слыхали слов его между тем святый николай явился жене старика и возвратив ей ковер сказал муж твой мне давнишний друг он попался мне сегодня на торгу и просил занести тебе этот ковер возьми спрячь его семи словами святитель скрылся оставив старуху в огорчении досаде на мужа за то что он пожалел продать ковер как только возвратился старик она осыпала его упреками я не хочу жить с тобою ты обманул святого николая лучше бы тебе не обещаться чем нарушить данное обещание вот твой ковер а меня ты не увидишь более потому что нынешним обманом ты очернил всю прежнюю честную жизнь свою старик стоял безмолвно глядя то на жену то на ковер и долго от изумления не мог выговорить ни одного слова наконец он спросил кто принес ей ковер и выслушал все обстоятельства возвращения ковра воскликнул с радостью жив господь милующий рабов своих точно сам святый николай купил у меня этот ковер и опять возвратил его в нашу убогую хижину тогда престарелая чета преклонил колено единодушно прославила бога единого святителя всегда готового на помощь почитающим память его молва совершившимся чуде быстро разнеслась по городу и патриарх узнал о том назначил бедному ремесленнику и жене его пожизненное содержание из доходов софийской церкви освобождение сарацин а греческий город спалитис находился на берегу моря отделяясь проливом от другого берега на котором стоял один сарацинский город житель всего последнего богатый сарацин однажды катаясь по морю и неожиданно схвачен был греками и заключен темницу где содержалось много преступников там он просидел в вузах целый год научился греческому языку и слыша что товарищи его заключения часто обращаются с молитвами к святому николаю спросил кто этот николай которого вы призываете один из заключенных рассказал ему о великом святители и вместе с тем сообщил главные истины христианской веры семена божественного учения пали не на бесплодную землю неверный был глубоко тронут рассказом христианина и дождавшись ночи стал молиться говоря в простоте сердца господи если ты действительно сошел на землю и воплотился для нашего спасения то пошли мне на помощь угодника твоего святого николая пусть он избавит меня от плена и я обращусь христианство со всем домом моим помолившись таким образом сарацин уснул и увидел во сне святителя который снял с него оковы и сказал ему избавляет тебя христос через меня раба своего ступай но не забудь своего обета иначе с тобою будет худо при сих словах сарацин проснулся и кто опишет его удивление когда он уверился что лежит у себя дома на своей постели куда во время сна перенесла его сила невидимая успокоившись он вместе с женой и детьми возблагодарил бога за свое непостижимое спасение и весть о сем чуде быстро разнеслась по городу многих неверных обратила ко христу следующую ночь святитель снова явился сарацину во сне и сказал ему садись немедленно в лодку поспеши к греческому берегу и расскажи каким образом я освободил тебя из темницы греки думают будто ты подкупил стражей хотят казнить их за себя не бойся я буду с тобою и никто не прикоснется к тебе проснувшись сарацин рассказал свой сон жене и на все ее убеждения и слезные просьбы чтобы не пускался он на явную опасность отвечал с твердостью святый николай силен избавил и силен избавить меня и в другой раз от опасности он сел в лодку с несколькими слугами которым не позволил взять с собой оружие подъехал к самым стенам неприятельского города громко рассказал сбежавшемуся народу совершившиеся над ним чудо и тщетно преследуемый греческими ладьями безопасно возвратился домой вскоре после всего он отправился в иерусалим со всем своим семейством и слугами и там сподобился со всеми ими принять от патриарха святое крещение освобождение сына агрикова из плена в стране антиохийской часто подвергавшийся набегом сарацинов жил один богатый благочестивый человек по имени агрик который имел обыкновение ежегодно в день памяти святаго николая ходить на богомолье в церковь освященную во имя сего угодника божия и находившуюся в пяти стадиях от города а потом угощать обедом всех родных и знакомых и множество нищих однажды накануне этого дня он сказал 16-летнему сыну своему василию вступай в церковь святаго николая помолись великому угоднику божию и отслушав вечернюю утреннюю и литургию приходи домой а мы с матерью приготовим все нужное для угощения нищих василий пошел церковь во время утренней сарацин окружили храм захватили у плен всех богомольцев в том числе и его и увезли на остров крит где сарацинский князь амира сделал его своим крабчим родители юноши глубоко опечаленные постигшим их несчастьем провели целые два года в горести не празднуя уже памяти святителя на третий год агрик успокоившись несколько сказал жене своей что нам запользовав плача и рыдание вот уже третий год мы тоскуем и сетуем забыли даже великого угодника божия и не ходим к нему на праздник завтра день его памяти пойдем принесем храм его елей свечи и фимиам помолимся ему может быть он пошлет нам утешение может быть возвратит нам погибшего сына или по крайней мере даст знать о нем жив ли он или умер агрик сходил женой в церковь на праздник святителя николая и возвратясь домой созвал к себе родных знакомых и нищих и стал угощать их во время пиршества вдруг залаяли собаки агрик со свечой в руках вышел посмотреть на кого они лают и сначала испугался увидел перед собою молодого человека в сарацинском платье с бутылкою в руках но подошед ближе узнал в нем сына своего и от радости закричал неужели это ты сын мой или глаза мои меня обманывают да это я батюшка отвечал юноша но как я очутился здесь не знаю еще сейчас я служил за столом князю амиру из этой бутылки наливал ему вино в кубок в одно мгновение неведомый старик взял меня за руку перенес подобно вихрю поставил меня здесь и я узнал в нем великого святителя николая так святый николай наградил усердие агрико возвратил ему сына которого он не надеялся уже никогда видеть и оплакал заживо избавление священника христофора священник из города метиллены по имени христофор каждый год ходил пешком в муры ликийские на поклонение мощам святаго николая однажды во время такого путешествия он был свачен аравитянами которые привели его свою землю и тщетно убеждая отречься от веры христовой приговорили отрубить ему голову приведенный на место казни священник помолился усердно угоднику божию и потом по требованию палача преклонил голову палач занес меч но вдруг меч исторгнуть был из рук его невидимо представшим свет святым николаем палач принес другой меч но и этот исчез таким же образом наконец и с третьим мечом случилось тоже изумленный палач спросил христофора о причине такого дивного явления христофор отвечал святый николай исторг меч из рук твоих и потом рассказал ему жизни чудеса святого николая которого он молил о заступлении аравитянин тронутый рассказом решился спасти жизнь священнику и прочим пленникам христианам снял с них оковы и тайно выпроводил их на безопасную дорогу освобождение преподобного петра афонского во время войны греков с сарацинами один греческий военачальник по имени петр отличавшийся храбростью и знанием воинского дела был взят в плен сарацинами приведен ими в самарии и заключен в темницу обремененный тяжелыми оковами в этом горестном положении он припомнил все прежние грехи свои искренне в них раскаялся и усердно призывал на помощь святого николая которому еще прежде всего был также в плену он прибегал с молитвой о избавлении обещаясь если освободиться из плена не возвращаться в царь град к жене и детям но идти прямо в рим и там постричься в обители святого апостола петра но освободившись позабыл обед свой теперь в другой раз попавшись в плен целую неделю непрестанно взывал он к святителю с плачем и рыданием изнуряя себя постом на осьмую ночь он увидел во сне святого николая говорящего ему я услышал молитву твою но милосердие божие медлит еще избавить тебя помним слова христовы не оставляй молитвы и надейся на господа спустя несколько времени угодник божий снова предстал узнику во сне и с радостным лицем сказал ему поверь что я непрестанно молюсь о тебе господь еще не явил мне воли своей но я покажу тебе другого заступника который помолится о тебе всесильному богу но кто же возразил петру может лучше тебя умолить бога когда целый мир призывает тебя и ты спасаешь всех слыхал ли ты продолжал святитель о симеоне богоприимцы который приял на руки свои сорокодневного младенца христа он предстоит у престола вседержителя вместе с причистую богородице и святым иоанном крестителем ему молись ибо он силен у господа и может исполнить твое желание проснувшись петр стал молиться еще усерднее прежнего непрестанно призывая на помощь святаго богоприимца симеона в купе со святителем николаем после сего он увидел у постели своей обоих заступников своих святаго николая и святаго симеона из коих последний держал в руке жезл и сказал ему исполнишь ли ты обед свой и отречешься ли от мира только избав меня угодник божий отвечал узник и я немедленно исполню данное обещание святой симеон прикоснулся жезлом своим каковом отягчавшим петра и они в тоже мгновение упали а святый николай сказал ему господь освобождает тебя из плена ступай ступай теперь в рим и соверши обед твой тогда дивные старцы вывели узника из темницы проводили на безопасную дорогу и там оба скрылись от взоров его в ту же ночь святый николай явился во сне папе держа за руку избавленного им военачальника и сказал вместе с симеоном богоприимцем я избавил всего человека которого зовут петром из темницы самарийскую поручаю тебе облечь его в образ монашеский и наставить на путь спасения между тем петр с помощью великих отцев симеона и николая прибыл в рим и явился во храм святого петра здесь папа узнал его и в тот же день постриг в ангельский образ образ и петр провел остаток дней своих подвигах благочестия на горе афоне православная церковь пришла его к лику святых и празднует в 12 день июня память преподобного петра афонского о трех иконах и о чудесном спасении патриарха о царствовании императора леонтия жил в цареграде некто феофан человек богобоязненный странно любивый и благотворительный он однажды увидел во сне святого николая который сказал ему чтобы он велел написать три иконы спасителя богоматери и чудотворца николая и когда они будут готовы показал бы их патриарху афанасию проснувшись феофан заказал сей три образа знаменитому в то время живописцу агею и получив их пригласил к себе в дом патриарха и клир его войдя в комнату где стояли иконы и прежде всего обратившись к образу спасителя патриарх сказал слава тебе боже наш спаситель мира и создатель всей твари потом посмотрел на икону божьей матери присовокупил хорошо написал живописец и сей образ при чистой богоматери родившие нам человеколюбца бога и наконец увидев образ святого николая он сказал с неудовольствием зачем здесь это изображение николая епископа мерликийского он был человек низкого рода и изображение его неприлично стоять вместе со святыми иконами патриарх приказал к неудовольствию хозяина вынести вон из комнаты образ святителя запретил живописцу писать такие иконы святого николая и совершил молебное пение спасителю и божьей матери сел за обеденный стол вместе с клиром во время угощения феофан заметил что вино почти все вышло и так как было уже поздно и негде было достать его пошел в отдаленную комнату где стоял образ святителя николая вынесены из приемной по воле патриарха и стал усердно молиться чтобы угодник божий умножил теперь запас вина в доме его окончу молитву феофан вышел из этой комнаты и нашел сосуды которых пред тем уже не было вина чудо действенно наполненные новым лучшим вином которые патриарху показались чрезвычайно вкусным на другой день патриарх был позван на близ лежащий остров гердалу прочесть евангелие над дочерью одного вельможи одержимую злым духом возвращаясь оттуда он был застигнут сильную бурю волны ежеминутно грозили поглотить корабль и одна из них перекинувшись через корабль увлекла с собою патриархов пучину сделавшись игралищем бурных волн и уже утопая он вспомнил грех свой противоугодника божия и воскликнул я согрешил против тебя великий святитель прости меня и спаси от гибели в то же мгновение явился близ него святый николай идя по морю как по суше и взяв его за руку сказал а зачем ты призываешь меня человека низкого рода которого изображение ты не хотел видеть я согрешил отвечает патриарх прости меня святые великий архиерей христов отныне во всю жизнь мою я буду прославлять тебя как скорого помощника всем бедствующим тогда святые николай приподнял его и посадил на корабль сказал не бойся возлюбленный брат господь через меня избавляет тебя от потопления ступай с миром и паси богоугодно стадо христова патриарх исповедал пред клиром грех свой противоугодника божия и возвратясь домой выпросил у феофана тот самый образ который накануне отверг с пренебрежением и при торжественном молебстве поставил его в софийском храме вскоре после того он построил монастырь и церковь во имя святого николая и перенес в нее чудотворную икону избавление утопавшего димитрия один благочестивый человек по имени димитрий живший в константинополе имел обыкновение ходить на богомолье в церковь святого николая за десять стадий от константинополя однажды как он ехал туда ночью в лодке с немногими товарищами застала их буря сильный порывистый вихрь изломал у них мачту и взорвал парус и прокинул судно выбившись из сил и увлеченные пучиною до самого дна морского димитрий беспрестанно взывал святый николай помоги мне вдруг святитель христов предстал ему взял его за руку и сторнул из глубины и перенес домой в одну запертую комнату воображая себя на дне моря димитрий продолжал громко молиться и кричал из всех сил святые николай помоги мне домашние его и соседи были пробуждены от сна этим необыкновенным криком и немало удивились найдя его всего мокрого в запертой комнате тогда только димитрий пришел в себя и рассказал им какому чуду он обязан своим спасением оправдание невинно обвиняемого константинопольский вельможа по имени епифаний человек богатый благочестивый вздумал купить себе раба и поехал верхом на торг где русские купцы приезжавшие с северного берега черного моря продавали невольников но в этот раз ему не случилось купить а потому он привез назад деньги и спрятал их у себя в комнате впоследствии он забыл куда положил деньги и искушаемый злым духом всегда готовым привлечь человека к греху подумал что юноша служивший ему украл их он начал гневом требовать их от него но бедный слуга при всех угрозах и истязаниях клялся в своей невиновности будучи заключен в темницу накануне праздника святого николая бедный юноша со слезами со стоном стал молиться неослабно прося бога и святого угодника его оправдать пред господином утомленный плачем и продолжительную молитву он заснул и увидел во сне великого святителя обещавшего ему скорое избавление и разрешившего оковы его в ту же ночь святый николай явился и господину его во сне и грозно смотря на него сказал деньги лежат у тебя при сих словах святитель указал место где они были спрятаны ты напрасно мучил слугу своего который совершенно невинен но по элику ты поступил так не по влечению своего сердца а по зло ухищрению врага который обманул тебя то я поспешил вразумить тебя и удержать от дальнейшего греха освободи же немедленно невинного юношу проснувшись и найдя деньги в указанном месте епифани устыдился своей несправедливости тотчас пришел сам к заключенному слуге смиренно просил у него прощения отпустил его на волю и разделив деньги на три равные части одну из них отдал этому слуге другую в церковь святого николая а третью он раздал нищим избавление преподобного иосифа песнописца преподобный иосиф творец канонов сподвижников святого григория декаполита ревностно защищавший православие от нападений иконоборцев в царствование злочастивого императора льва армянина был сослан на остров крит и заключен в темницу обремененный узами он провел в этом заточении целые шесть лет однажды это было восемьсот двадцатом году во время утреннюю праздник рождества христова в тот самый час как лев армянин был умерщвлен своими стражами иосиф проводивший ночь молитве и словословие удостоился чудесного посещения вдруг темница наполнилась светом и очам иосифа предстал святолепный муж облеченный в архиерейские ризы седовласы светлый лицем и сказал ему я пришел к тебе из мура ликийских будучи послан от господа с радостной увестию враг возмутивший церковь и рассеявшись стада христова а лишь он престола и жизни и позван к суду божию теперь ты должен возвратиться в константинополь и укрепить верных благодатью духа святаго живущую в тебе всеми словами святый николай чудотворец подал ему хартию и приказал проглотить ее а на хартии было написано ускори щедры и подчасься яко милостив на помощь нашу яко можешь и хотя и исполнил повеление иосиф воскликнул коль сладка горта не моему словеси сия потом явившийся повелел ему воспеть слова написанное на хартии во время сего пения узник почувствовал что оковы спали шеи рук и ног его двери темницы сами собою растворились и он вышел вслед за святителем незримый стражами а вдруг невидимая сила быстро понесла иосифа по воздуху и поставила на дороге близ царь града здесь он прославил бога творящего чудеса через угодников своих и по прошествии некоторого времени построил бриф цареграда в уединенной обители основанной им церковь во имя своего избавителя святаго николая спасение инока престарелый отшельник симеон проводивший жизнь свою посте уединение молитве и прославившийся даром чудотворений имел у себя ученика которого при пострижении нарек николаем однажды старец послал всего юного инока за каким-то делом город катавалу дорогу надо было переправляться через морской залив погода была тихая но во время переправы вдруг поднялся порывистый ветер и волны то поднимает то низвергая лодку наконец умчали ее в открытое море гребцы отчаявшись своем спасении от страха пали на дно лодки и с крепким воплем молились заступнику мореплавателей святому николаю вдруг юный инок увидел великого святителя в белых ризах ходящего по бурным волнам как по суше и словом своим укращающего разъяренную пучину вскоре буря утихла гребцы ободренные иноком снова принялись за весла и с помощью молитв святаго николая в один час достигли берега от которого были в таком дальнем расстоянии что при одних собственных усилиях едва ли бы могли доплыть до него и в две недели исцеление юноши в одного юношу по имени николая вселился нечистый дух и произвел в нем необыкновенную жестокую болезнь несчастный при сильном жгучем жаре и расслаблении всего тела не мог не стоять не ходить потому что ноги у него были сведены и должен был ползать на брюхи в этом положении он пробыл шесть месяцев лечился у многих врачей и стратил на лечение все свое имущество и не получил ни малейшего облегчения однажды в день святаго николая видя что весь народ идет к обедни неся с собой свечи просфоры и ладан он купил на последние деньги свечу и вслед за прочими пополз в церковь дорогу и встретил его скорый помощник всех страждущих святый николай и спросил его куда и зачем с таким трудом ползешь ты больной отвечал в церковь и рассказал о своем горестном положении если желаешь исцеления сказал ему святый ступай за мною и доведя его до дверей церкви своей сокрылся больной не видя пред собою своего вожатого зажег свечу свою полз церковь и достигнув до образа святителя узнал в нем лице старца проводившего его в церковь тогда в простоте сердца он воскликнул святитель христов исполни же твое обещание ты сам велел мне прийти сюда если желаю исцеления вот я здесь исцели же меня долго молился расслабленный наконец убедительно стал просить окружающих чтобы они приподняли его и далее приложиться чудотворной иконе когда желание его было исполнено он крепко обнял образ обеими руками которые до той поры не могли сгибаться и то же мгновение ноги его распрямились он твердо стоял на ноги трижды перекрестился помазал елеем из лампады горевший перед иконою и совершенно исцелился пред очами всех находившихся церкви чудесное пособие обнищавшие обители один богатый человек отличавшийся усердием в церкви и необыкновенным нищелюбием проходя со слугами своими мимо одной обедневшей обители святого николая захотел что-нибудь вонную пожертвовать и приближаясь с ней увидел на дороге мертвого человека совершенно наголо желая предать этот труп христианскому погребению он взял его с собою монастырь похоронил и дав денег инокам напоминовение души неизвестного покойника отправился далее на обратном пути он увидел на том самом месте где нашел труп горько плачущего юношу и спросил его о чем он плачет отец мой отвечал юноша ехал с товарами по этой дороге и убит был разбойниками теперь я ищу тело его чтобы отдать ему последний долг и не могу найти благочестивый путешественник рассказал как он нашел и похоронил тело и проводил юношу монастырь там юноша стал просить иноков чтобы они позволили ему взять тело отца и отвести его к своей матери могила была разрыта и к изумлению всех гроб оказался наполненным золотом и серебром все прославили бога явившего столь дивное чудо а юноша в то же мгновение сделался невидимым следующую ночь святый николай явился во сне игумену обители сказал ему господь презрел на обнищание сей обители и вас хотел показать вам что отныне она не оскудеет послал ангела своего сего благотворительного мужа о стефани царе сербском илутин четвертый царь сербский после симеона великого основателя сербского государства имел сына царевича стефана а в самой юность от отличавшегося страхом божиим кротостью и смирением приветливостью и милосердием к страждущим враг рода человеческого всегда ненавидящий добродетельных умыслил погубить царевича и возбудил на него злобу сердце его мачехи царица непрестанно клеветала на сына отцу уверяясь его последнего что сэв стефан имеет намерение лишить его престола и жизни и наконец достигла до того что илутин слабый духом и непостоянный возненавидел сына которого прежде любил со всей нежностью родительского сердца стефан знал о коварных происках своей мачехи многие из вельмож уговаривали его бежать вызывались даже преклонить на его сторону войско и советовали оружием оградить свою безопасность но добродетельный царевич отверг с негодованием преступные советы и уверенный в своей невинности возложил надежду на бога искал помощи единственном молитве скоро злоба восторжествовала царевич был схвачен и с неслыханную жестокостью лишён зрения близ церкви святого николая измученный ужасную болью стефан долго лежал полумертв наконец под утро заснул и увидел во сне святого николая который стоял у постели его в святительском облачении смотрел на него состраданием и держа на руке два глаза сказал ему не скорби стефан очи твои на глани моей проснувшись несчастный царевич почувствовал некоторое облегчение своих страданий и стал искать отрады в молитве и богомыслии но жестокосердный отец не ограничился ослеплением невинного сына по совету коварной супруги он отправил царевича с его детьми к тестью своему восточному императору андронику палеологу прося содержать его под строгим надзором прибыл в константинополь стефан был заключен в монастырь вседержителя и совершенно отделен от всякого сообщения жителями царьграда там добродетельную жизнь и усердием церкви церкви необыкновенным терпением и кротостью нрава он приобрел всеобщую любовь и уважение сам император часто беседовал с ним и охотно принимал его советы в делах церкви и государства пять лет провел царевич в тихом уединении на шестой год в день святаго николая он вместе с прочими пришел церковь к заутрине и слушая чтение жизни и чудес великого святителя задремал и увидел во сне святаго николая который спросил его помнишь ли ты что я за пять лет пред сим говорил тебе и как стефан не мог припомнить сказанного святителем то угодник божий продолжал тогда я говорил тебе что очи твои на длани моей теперь я послан возвратить тебе их сказал сие святитель благословил стефана прикоснулся рукою помершим очам его и сказал господь наш иисус христос исцеливший слепорожденного возвращает тебе зрение дивный сон прекратился и царевич открыл глаза и видя все окружающие предметы долго не мог прийти в себя от изумления и радости наконец опамятовавшись он возблагодарил неизреченное имя милосердия божия но опасаясь новых козней со стороны мачехи решился скрыть от всех свое чудесное прозрение опять покрыл глаза свои повязкаю и притворялся слепым до самого восшествия своего на престол сербии между тем царь элутин услышал от посланного к нему императором настоятеля о чудных добродетелях своего сына с которым так жестоко поступил и терзаемый угрызениями совести возвратил в отечество стефана и все его семейство трогательной была встреча отца с сыном жестокого мучителя с невинную его жертвою престарелый царь обливая стефана слезами раскаяния смиренно просил у него прощения в своей несправедливости незлобивый царевич плакал от радости и утешая старца говорил ты ни в чем не виноват передо мною государь и родитель мой господь через тебя вас хотел наказать меня за грехи мои отеческий его промысл каждому из нас назначил свой путь тебе спасать душу твою неусыпным попечением уверенной тебе державе а мне искупать грехи моей жизни терпением в слепоте и страданиях и так да будет всегда благословенно святое имя его примирившись сыном и со своей совестью элутин скоро скончался оставил престол свой стефану который придав земле тело родителя снял с глаз повязку и ко всеобщему удивлению и радости целой сербии всем возвестил о чудесном возвращении ему зрения царствование стефана было ознаменовано правосудием и милостью и утверждением православия он укротил междоусобия возбужденная младшим братом его константином который оспаривал у него престол прародительский и твердый упованием на бога отразил несметные полчища болгаров грозивших сербии гибелью опустошением наконец добродетельному и мудрому монарху настало время успокоиться от царственных трудов его в одну ночь предстал ему святые николай и с радостным взором сказал господь зовет тебя стефан приготовься к исходу из всей жизни став в постели стефан со слезами радости благодарил милосердного господа и дивного вестника своего избавления от суеты мирской но мирная радость праведника была возмущена корисным известием о бунте который возник против него сын его называвшийся также стефаном тщетно добродетельный родитель увещевал нечестивого сына оставить преступные замыслы тщетно обещал разделить с ним власть царскую изверх с многочисленным войском иноплеменников напал на отца свергнул его с престола и сослал в заточение в город звячин где вскоре стефан был удавлен по повелению сына по прошествии семи лет нетленные мощи царя мученика соделались неисчерпаемым источником чудотворений слепые хромые недужные расслабленные прибегали с верою к гробу стефана получали исцеление и славили бога дивно прославляющего угодников своих воскресенье утонувшего младенца один из киевских жителей желая поклониться мощам святых князей мучеников бориса и глеба и чудотворной иконе святителя николая чудотворца отправился в лодке вверх по днепру в вышгород взяв с собой жену и грудного ребенка во время переправы жена державшая на руках младенца случайно задремала дитя упала с рук и и в воду и в ту же минуту утонула неутешные родители обливаясь слезами призывали на помощь святого николая и молитвы их не остались тщетными скорый помощник скорбящих извлек из волн днепровских утонувшего младенца и ночью принес его в запертую палату при софийской церкви предзаутренний панамарь вошед церковь услышал крик плачущего младенца и стал упрекать сторожа приставленного к той палате зачем он в ночное время впустил в нее женщину с ребенком сторож не знал что подумать о словах его и показал ему что двери крепко заперты тогда оба они взяв свечу вошли в палату и увидели перед иконою николая чудотворца плачущего младенца которого пеленки еще не обсохли метрополит через своих посланных известила всем чудесном происшествии всех жителей города и родители младенца уже оплакавшие его потерю нашли его живым и здоровым у иконы избавителя его святаго николая в разумление половца у одного киевлянина долго содержался пленный половец захваченный им на войне наконец киевлянин сказал своему пленнику долго ли тебе оставаться у меня в плену дай за себя выкуп или найди поручителя тогда я отпущу тебя на свободу если б я был дома отвечал половец то охотно дал бы тебе выкуп но здесь у меня нет ни денег не поручителей потому что в киеве никто меня не знает киевлянин повел половца в церковь и указывая на икону святаго николая сказал ему хочешь ли я отдам тебя на поруки сему святителю язычник смеясь душе над доверчивостью христианина согласился в ту же минуту и дал слово перед икону и немедленно по возвращении в отечество прислать за себя условленный выкуп получил от хозяина одежду оружие коня он отправился свою землю рассуждая сам собою как глуп этот русский что отдал меня на поручительство неодушевленному изображению теперь я спокойно останусь на родине а он пусть взыскивает выкуп с поручителя но едва прошло несколько дней по возвращению половца на родину как внезапно явился ему святый николай в том же самом виде как был изображен на иконе и грозно сказал знаешь ли ты меня я николай старейший архиерей и священнослужитель христов не я ли поручался за тебя что ж ты медлишь отнеси за себя выкуп в россию чтобы не было тебе беды половец удивился тому что видел но вскоре счел онное за мечту и потерял из памяти через несколько дней святитель вторично явился ему в то время как он ехал верхом поле сбросил его с коня и потрясаясь необыкновенную силою напомнил о своем приказании присовокупил пожалей сам себя отдай выкуп а если опять забудешь что увидишь что будет с тобою на этот раз вероломный варвар решился было послать за себя выкуп в россию чтобы избавиться от дальнейшего преследования но проводя жизнь в пьянстве разврате и грабеже скоро забыл свое намерение так протекло несколько недель потом случилось что князья и вельможи половецкие съехались многочисленную ордою забавляться конским ресталищем тут был и половец отпущены из плена на поручительство святителя и вдруг невидимая рука при всем народом сорвала его с коня взбрасывала на воздух ударяла землю и стягивала все его члены стоявшие подле него единоземцы слышали что его секут розгами нещадно и от страха разбежались наказанный клятва преступник лежал поле замертво пока не приехали его сродники и не взяли его домой несколько дней он был без языка наконец мало помалу пришел в себя и рассказал родным все обстоятельства своего освобождения из плена и последовавшие затем явление святого николая половцы выслушав это осыпали его укоризнами говорили не безумали ты что не побоялся обмануть бога русского и после двух чудных видений не мог образумиться а дождался казни если и теперь ты не хочешь исполнить своего обещания то оставь нас чтобы нам не погибнуть с тобою но последнее явление святого николая столь сильно подействовала на клятва преступника что он не имел уже нужды в других убеждениях собравшись силами он тот час отделил от своих стад большее стадо овец которая гораздо больше стоило чем обещанный выкуп и погнал его в киев там за далеко еще до церкви сатага николая слез с коня привел свой стадок церкви обратясь к образу святителя сказал солгал я пред тобою владыку мой не на добро себе но теперь молю тебе не гневайся на меня более вот выкуп обещанный мною и вот дар тебе прими его милостиво потом уже отправился к прежнему своему господину заплатил ему должное и рассказал подробно о всем что с ним стало и было удивленный киевлянин поспешил церковь угодника божия возблагодарил его проливая слезы и устроил пир для священников монахов сродников и нищих пред всеми прославлял милость и суд дивного святителя перенесение чудотворной иконы святого николая из херсона в землю рязанскую в 1224 году святый николай явился одному пресвитеру в херсоне по имени евстафию и повелел ему перенести свой чудотворный образ называемый корсунским в землю рязанскую это явление повторилось три раза но и вставь никогда не слыхавший о земле рязанской и не знавший туда дороги не мог решиться оставить отечество имение и родных как вдруг был постигнут глазную болезнью лишился зрения тогда он почувствовал что наказан за неисполнение воли угодника божия и стал усердно молиться о помиловании обещаясь немедленно пуститься в назначенный путь святитель снова явился ему даровал прозрение и повелел не избирать дороги ведущий через землю половцев нынешние земли казачьих войск и новороссийские степи но плыть из херсона до берегов моря варяжского балтийского а оттуда уже сухим путем идти в землю рязанскую евстафий немедленно пустился в путь чудотворную икону взял с собой жену свою и сына благополучно совершил плавание и пристав к берегу близ города риги пришел оттуда в новгород где княжил в то время великий князь ярослав всеволодович родитель святого александра невского здесь многие недужные получили исцеление от великого угодника божия и в числе их феодосия жена евстафеева объятая расслаблением всего тела за то что хотела остаться в новгороде потом пресс-фитер со святой иконой продолжал странствие достиг пределов рязанских между тем приближение чудотворного образа было заранее возвещено князю феодору сыну великого князя юрия игоревича рязанского княжев шему в той части рязанской области где ныне город зарайск он увидел во сне святителя николая который сказал ему что видимо сопутствует иконе своей приближающийся к уделу его и обещал испросить у господа венец небесного царствия ему жене его и сыну пробудившись от сна юный князь дивился видению тем более что он еще не был женат вместе с отцем своим юрием епископом ефросином святогорцем и бесчисленным множеством народа он поспешил на встречу святой иконе несомой евстафием и ознаменовавший приход свой в землю рязанскую многими чудотворениями на месте встретения чудотворного образа воздвигнут храм святителю николаю и освящен тем же епископом ефросином обетование угодника божия совершилась над феодором и его семейством спустя несколько лет юный князь женился на евпроксии девицы от царского рода и имел от нее сына и она в 1237 году при нашествии батыя феодор был мучительно умершлен этим звероправным варваром а евпроксия услышав внезапно о страдальческой кончине нежно любимого супруга оринулась в беспамятстве из высокого терема вместе с сыном своим и оба убились до смерти тела феодора жены его и сына погребены на берегу реки осетра в той самой церкви где находится чудотворная корсунская икона исцеление боярина в описании жизни святого ефимия архиепископа новгородского содержатся следующее сказание 3 благочестивые старца ефросин игнатий и галактион желая посвятить остаток жизни свои на служение богу избрали себе уединенное место в одной непроходимой дубраве на берегу реки вежи и поселились там питаясь от трудов рук своих изнуряя плоть постом и проводя большую часть дня и ночи в молитве мало-помалу стали стекаться к ним люди жаждущие спасения скоро соорудились келии возвихся деревянный храм во имя святаго николая чудотворца и основался общежительный монастырь много терпели смиренные отшельники от холода непогоды нападение диких зверей но более всего притеснял их новгородский боярин владелец леса в котором они поселились никак не хотевший позволить им жить на земле своей он верно и знал бы пустынно жители и разрушил бы монастырь если бы промысл божий не послал ему неожиданное препятствие боярин внезапно заболел злокачественными ранами на обеих ногах он долго лечился призывал на помощь сначала соседних знахарей потом иностранных врачей из новгорода но не получая от них никакого облегчения обратился с молитвы к святому николаев который вскоре совершенно исцелил его тогда боярин подвигнутый раскаянием и благодарностью за исцеление не только перестал преследовать иноков но еще отдал им близлежащую землю которая доселе принадлежит николаевскому верстскому монастырю чудесное сохранение иконы святителя на московской никольской башне 1812 году необузданное полчище французские гонимые голодом из древней русской столицы ими ограбленной и разоренной вздумали запечатлеть свое в ней пребывание поступком варварским и обнаруживающим низкую бессильную злобу они устроили пороховые подкопы под твердынями кремля и взорвали некоторые из них выходя из города 7 взрывов последовали один за другим но внезапный ливень остановил истребление драгоценных для сердца русского памятников святыни славы и древности разрушились только арсенал верхникольской башни часть стены кремлевской и филаретовская колокольня огромная же колокольня известная под именем ивана великого всколебалась треснула но устояла древний храм успения божьей матери в котором государе русские возлагают на себя венец отцев своих собор архангельский с гробницами почивших царей все прочие соборы и церкви кремлевские монастыри чудов вознесенский древний дворец с грановитую палату и большая часть кремлевских зданий остались не поврежденными при этом ужасном разрушении дивно сохранился образ святаго николая написаны на наружной стене никольской башни над воротами верхняя часть этой башни примыкающий к арсеналу была взорвана вместе с им зданием по самый киот образа святого николая но чудотворная икона осталась невредимую и со стеклом прикрывавшим ее и с фонарем перед нею висевшим описание этого чуда сохранено для памяти потомства в следующей надписи изображенной по повелению императора александра под самым образом в 1812 году во время неприятельского нашествия твердыня сия почти вся была разрушена подрывом неприятеля но чудесную силу божию святый образ угодника божия святителя николая здесь начертанный на самом камени и не только мой самый образ но и стекло прикрывавшие он и и фонарь со свящую остались невредимыми кто бог вели яка бог наш ты и си бог творяй чудеса дивен бог во святых своих сведения о некоторых чудотворных иконах и частях мощей святителя николая находящихся в церквах российских наше православное отечество издревле отличалась особенным благоговением к памяти великого угодника божия святого николая благочестивые предки наши с теплую молитву прибегали к нему во всех своих нуждах опасностях и бедствиях и по вере своей получая помощь и избавление в благодарности сердца воздвигли храмы в честь своего дивного заступника таким образом возникло 87 монастырей носящих имя николаевских и бесчисленное множество храмов святого николая в городах и селениях многие из сих обитателей церквей заключают себе древние иконы по святителя прославленные чудотворениями и привлекающие к себе усердных богомольцев из всех пределов россии такие иконы находятся в москве в никольском греческом монастыре чудотворная икона святого николая принесенная из афонского иверского монастыря архимандритом пахомием в 1617 году в церкви сытого николая под ивановскую колокольню перенесенная туда после сломки в 1816 году гастунского собора в московском кремле где онная святая икона прежде того находилась о московском покровском соборе что на рву икона святителя писанная чудотворной великорецкой иконы принесенной в 1555 году из вятки по певелению царя иоанна васильевича грозного в московской никола явленской приходской церкви что на арбате время явления сего образа неизвестно в московской приходской церкви преображения господня просторечие святого николая заяицкого древний чудотворный образ принесенный в 1749 году за яицкими казаками и потому называемый за яицким икона на никольской башни московского кремля явленная в 1403 году при великом князе василий димитрович и в угрешском николаевском третьего класса монастыре в 15 верстах от москвы чудотворная икона явившаяся на сосне великому князю димитрию иоанновичу донскому при походе его на мамая возвратясь куликовской битвы он повелел устроить на месте явления храм во имя святого святителя николая и обитель для иноков в киевском софийском соборе на хорах пределе святого николая образ его именуемый мокрый прославленный воскресением младенца утонувшего в днепре в киево пустынно николаевском первого класса монастыре по преданию основанном святую благоверную княгинию ольгою в девятьсот пятьдесят пятом году древняя чудотворная икона в николаевском заштатном монастыре блестихвина основанном в 1283 году по случаю явления пресвятой богородицы со святым николаем некоему юрышу на сосновой колоде из которой после сделан крест на соборную церковь монастыря а в новгород великом в так называемом дворищенском соборе образ явлены в 1113 году в никола хородовицком третьего класса монастыре состоящим в егорьевском уезде 65 верстах отрезание чудотворный резной образ святого николая найденный в 16 веке основателям сей обители монахом и о рогожкою от сего образа до 1722 года было двести семьдесят исцелений как видно из просьбы архимандрита гадиона государю императору петру великому в зарайске соборной никольской церкви корсунская икона святителя николая украшена сия святая икона великолепно на ризе из чистого золота самоцветными каменьями и жемчугом надпись а лето 7118 по новому стилю одна тысяча шестьсот десятого года января двадцать седьмой день государь царь и великий князь василий иоаннович всей руси приложил чудотворному образу великого чудотворного чудотворца зарайского как бог освободил город его от воровских людей чудотворную молитвою и добили челом государю это было после побед князя михаила скопина шуйского над ляхами изменниками незадолго до ранней кончины сего юного героя на ризу и украшение иконы употреблено золото более 7 фунтов серебра 6 фунтов камней самоцветных сто тридцать три зерен бурмитских 3 и более одна тысяча шестьсот жемчужин жемчужин в архангельске кафедральном соборе в пределе святого николая устроенном в одна тысяча шестьсот четырнадцатом году стрельцами в благодарность за победу их над литвою приходившую холма горскому острогу в том же году в карельском николаевском третьего класса монастыре в 34 верстах от архангельска это обитель сооружена знаменитую марфию посадницу на могилах сыновей и антона и феликса потонувших на белом море и здесь погребенных в александра ошефинском третьем классе монастыре оланецкой губернии 40 верстах от города каргополя находится чудотворный образ святителя николая принесенный основателем обители преподобным александром ошевенским около 1460 года в николаевском арыхловском заштатном монастыре в черниговской епархии предание говорит что в 1620 году один пчеловод поселянин кролевецкого уезда селения болонья увидел в лесу на клене икону святителя николая привез себе в дом на другой день икона исчезла пчеловод опять нашел и на том же месте опять принес домой и в третий раз нашел там же тогда на месте явления устроена была часовня для связь святой иконы потом деревянная церковь а наконец в 1660 году и монастырь которого первыми основателями были гетман демьян хмельницкий и брат его василий в тотемском уезде у приходской церкви макрушинского погоста древняя чудотворная икона святителя николая именуемая великокорбскую от явления сей иконы получил исцеление в 1576 году преподобный агапет принес шионную с собой при основании в 1578 году макрушинской николаевской пустыни упраздненной 1764 году в соборной церкви города чердыни пермской губернии чудотворная икона по преданию принадлежавшая святому стефану пермскому в торопце уездном городе псковской губернии приходской никольской церкви чудотворный образ которому сей город обязан избавлением своим от нашествия литвы в 1606 году калужской губернии лихвинского уезда в селе гостюки древняя чудотворная икона святого николая именуемая гостюнскую список с ней находится в москве в гостунском соборе откуда в 1816 году перенесен церковь под ивановскую колокольню в мажайске в верхнем соборной церкви древняя резная икона прославленная многими чудотворениями в белгороде в троицкой соборной церкви чудотворный образ именуемой аратным сия икона находилась прежде в коринской пустыне в 30 верстах от белгорода на юго-восток где ныне село устинка а по упразднению сей обители 5 июля 1765 года перенесена в белый у белгородский собор наименование ратный по донесению соборного протоиерея в белгородскую консисторию от 28 мая 1809 года основано на следующем предании когда белогородские пределы опостушены были от набегов татарских и когда дерзкие в радисии подъезжали на конях к селению коринск устинка тоже близ онных пределов состоящему и верхами ехали уже на плотину речки кореньки близ самой коринской пустыни где икона святителя христова находилась то узнавший осем настоятель той пустыни взял из церкви икону святителя христова николая и неся он но избрать ее той пустыни жителями селения сего пришли к плотине и творили молитвословие что увидевшие татары к берегу идти против православных не дерзнули и обращаясь на той же плотине вспять пришли в замешательство отчего многие из них с лошадьми попали попадали с плотины в реку и потонули а прочие побежали в степи и по всему случаю святитель христов николай назван ратным ежегодно 5 мая носят сию икону в крестном ходу в село устинку в бабаевском заштатном монастыре находится в 35 верстах от костромы икона святителя николая а в тихоновой пустыне костромской епархии 5 верстах от города луха основанном в 15 веке преподобным тихоном в николаевском заштатном монастыре близ города карачава в орловской губернии основанном по случае явления чудотворной иконы в озерской камельской пустыне состоящий вологодской губернии в грязовецком уезде чудотворная икона принесенная в начале 16 века преподобным стефаном камельским основателем обители салбинской николаевской пустыне владимирской губернии переославском уезде в новгородском николаевском репетском монастыре основанном в 1112 и упраздненном 1798 году теперь осталась от него одна только церковь святого николая в берлюковской пустыне московской губернии в богородском уезде в орловской губернии соборной церкви в пценске в селе столбов орловской губернии дмитровского уезда приходской петропавловской церкви здесь был прежде николаевский столбовский монастырь обоснование которого значится вонной церкви на медной доске возобновленный в 1760 году после пожара в лето от рождества христова 1334 года явилась чудотворная икона святителя христова николая над рекою и буш на дубовом столбе дремучих нерусских лесах прибегавшие к сей чудотворной иконе слепые хромые прокаженные получали исцеление спустя столетия устроился деревянный храм во имя святителя николая угодника и прочее далее видно что в 15 веке учрежден был монастырь с поселением от дубового столба на котором явилась икона село и монастырь получили свое название вместо деревянного на площадке при церковью сооружен с незапамятных времен каменный столб монастырь владел окружными селениями составлявшими прежде часть комаритской волости упразднен 1764 году части мощей великого святителя сохраняются как известно во многих храмах православной нашей отчизны так между прочим известны следующие храмы обладающие сим сокровищем первое в церкви под ивановскую колокольню московского кремля прежде бывшим гастунском собор находится часть мощей святого николая чудотворца в серебряном позлощенном ковчеге положенная в 1714 году усердную вкладчицу вдовую адмиралтейского дьяка потелеймановского еленую никифоровну с азятем ее романом амосовым в москве в благовещенском соборе в москве жил приходской церкви трех святителей на хитровом рынке в улеймском николаевском заштатном монастыре близ города углича сохраняется с давнего времени часть мощей сего святителя но откуда и когда именно она поступила неизвестно жизнь и чудеса святаго николая чудотворца архиепископа мерликийского собрано из достоверных источников графом толстым издание 5 москва 1870 год